Всем привет! Это Аудиомания. Сегодня мы поговорим о таком процессе, как прогрев кабелей. Данная тема вызывает немало дискуссий. Кто-то считает эту процедуру необходимой, а кто-то отрицает сам факт существования данного явления. Я же думаю, что к вопросу нужно подходить сугубо с практической точки зрения. Нужно просто взять и сравнить два одинаковых кабеля. Один основательно прогретый и один новый. Остается определить, как лучше прогревать кабели, и как понять, что кабель уже достаточно прогрет. В этом нам поможет специальное устройство Vidar от Nordost. Nordost Vidar это не первое устройство, выпущенное компанией, предназначенное для прогрева кабелей, что само по себе говорит об актуальности и востребованности данной темы. Логично предположить, что для создания подобных устройств у разработчика должна быть хорошая теоретическая база, и у Nordost она действительно есть. Сочетание проводников и диэлектрика рассматривается как сложная структура, способная накапливать электрический заряд и формировать магнитные поля, препятствующие прохождению сигнала. Для решения данной проблемы используется широкополосный сигнал, охватывающий спектр от инфра-низких частот до ультразвука. Длительное и многократное прохождение прогревочного сигнала через кабель позволяет нормализовать все электромагнитные процессы. С помощью Nordost Vidar можно прогревать все типы межкомпонентных кабелей, включая балансные кабели, коаксиальные цифровые и кабели для виниловых вертушек. Кроме того, он позволяет прогревать акустические кабели, в том числе модели для бивайринга. Наиболее любопытен тот факт, что в процессе работы устройство способно оценить степень прогретости кабеля, для чего используется световая индикация. Производитель заявляет номинальное время прогрева 72 часа, ориентируясь, вероятно, на кабели собственного производства. Но поскольку на устройстве можно прогревать разные кабели, время прогрева получается различным. Практика показывает, что некоторым моделям действительно требуется несколько суток для прогрева, другим же хватает нескольких часов. Процедура прогрева предельно проста. Необходимо подключить кабель к соответствующей группе разъемов, соблюдая направленность, если она указана на оболочке, а затем включить устройство. И ждать, когда световой индикатор сообщит о готовности. Nordost Vidar устройство несомненно интересное, но просто так ради эксперимента его не купишь. Во-первых, он стоит немалых денег. А во-вторых, в России таких устройств всего 5 экземпляров. Именно поэтому в аудиомании есть услуга прогрева кабелей. Вы можете прогреть только что приобретенные кабели или принести свои. Таким образом, с помощью аудиомании вы можете провести тот самый эксперимент. Сравнить прогретые и непрогретые кабели. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео. Не забывайте оставлять комментарии о своем опыте прогрева кабелей.